Коломна – столица конькобежного спорта в Подмосковье. Как в городе появилась первая ледовая дорожка? И что сегодня в округе делают для поддержания спортивных традиций? Об этом поговорим с генеральным директором конькобежного центра Коломна Сергеем Орловым. Это интервью 360. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Конькобежный спорт в Коломне начал развиваться более ста лет назад. Такой приличный срок. И вот скажите, с чего вообще все начиналось? Ну, считается, что конькобежный спорт начался с 1906 года. В 1932 году был включен в спартакиаду Коломенского машиностроительного завода. Чтобы было понимание, машиностроительный завод – это такой огромный большой завод, где делали паровозы на тот момент. То есть это серьезное мероприятие. В 1938 году коломенские спортсмены начали участие в областных соревнованиях, потому что раньше конькобежный спорт, я еще это застал, там, в детские годы, когда мы ездили в Ногинск, в Раменск, по целой куче городов и бегали на коньках соревнования. А сейчас конькобежная дорожка у нас одна, только в Коломне. В 1959 году естественное покрытие было сделано на стадионе Труд. Это как раз завод тяжелостангостроения. Там дорожка была поменьше – 333 метра, но тоже считается стандартной. Но такое основное движение развития конькобежного спорта началось благодаря, и мы считаем его в любом случае, хоть там 1906 год у нас есть, но родоначальником конькобежного спорта в Коломне мы все считаем Бориса Ивановича Шавырина. Это генерального конструктора Коломенского бюро машиностроения. Такого великого, то есть это как бы глыба, я считаю, в развитии военной промышленности России. И этот человек, он любил спорт, ему очень-то нравилось. Благодаря его деятельности было создано два детища. Это спортивная школа «Комета» и «Ледовая арена». И, соответственно, развивался «Гребля». Значит, «Гребля» – это на Оке, спортивная школа по академической «Гребле». И Коломна рядом с Коломенкой – это, значит, конькобежный спорт. В начале 60-х годов, в самом начале, было естественное ледовое покрытие, то есть просто лед заливался, но туда и зимы были, я бы сказал, похолоднее. В 69-м году была построена, в 65-м году началась, в 69-м году закончилось строительство искусственной конькобежной дорожки в Коломне. То есть, ну что такое искусственная конькобежная дорожка? Ну, сейчас вот в парках там заливают, просто маты раскатывают, да, там из трубы ставится генератор, и все. Но тогда это, я помню еще все это, сам на ней бегал, это, значит, такое серьезное основание, фундамент, на котором лежали трубы металлические, сваренные, да, то есть засыпалось песком, и потом наливалась вода, и вот иногда даже, по-моему, 1 сентября, один раз я запомнил, это было даже 1 сентября, лед был уже залит на открытом поверхности. Ну, там 15 сентября, это гарантированно, лед был всегда. И заключительные соревнования мы проводили в первых числах апреля, наверное, или конце марта, то есть достаточно долго лед держался, можно было тренироваться, но 20 градусов мороза, которые были достаточно часто, это ужасно, это тяжело. Вот, это... и следующий этап большой, когда в Коломне проходило очень много, большое количество чемпионатов страны, чемпионатов Российской Федерации, РСФСР, но чемпионат мира не было, потому что Коломна был на тот момент закрытый город, присутствие огромного, большое присутствие военного завода, завода закрытого еще одного, то есть как бы иностранцев у нас не сильно ждали. Но хотя все условия были созданы, но на тот момент лед был в Коломне тяжелый. Прежде всего, это по причине того, что ледовая арена находилась открытая на пересечении двух рек, это Коломенки и Москварики, где Коломенка впадала, и всегда была высокая влажность достаточно зимой, а когда высокая влажность, лед быстро садится, есть такое выражение, то есть он теряет свои свойства именно... Ну, это именно из-за расположения. То есть он был ровный, четко там все было здорово сделано, проведение соревнований было на высочайшем уровне, но вот чисто климатические условия не давали возможности развиваться. И у нас история продолжалась эта вся до, если не ошибаюсь, по-моему, 96-го года, когда вот этот кризис, все рушится, все валится, и уже КБМ на тот момент содержать ледовую арену не мог, надо было решать другие вопросы. Но потом это неправильно, когда завод, коммерческая структура, в конце концов, в любом случае, да, она содержит спортивные сооружения, которые, ну, КБМ-спорт никогда не приносил доходов, вот, тем более в 90-е года, и дорожка несколько лет заливается просто как естественным покрытием. Полноценно уже сильно не используется, то есть было уже тяжело. И в начале 2000-х годов, и за этот момент еще один был такой, вообще в России практически не стало катков искусственных, не практически, а не стало их вообще. И был один год, когда чемпионат страны проводили в Берлине. Можете себе представить? То есть это... Уникальная история. Да, это уникальная история, но такое было. Но, слава богу, я думаю, такого больше не будет никогда. Поэтому в начале 2000-х годов было принято решение о строительстве конькобежного центра Коломна. И достаточно быстро центр был построен. И в результате этого мы получили то, что получили. Центр работает с 2006 года. 30 мая 2006 года было открытие официальное. Был залит лед, было все красиво, вышли дети. И тогда уже было огромное количество детишек, которые на этом присутствовали на открытии катка. И большое количество детишек уже было, которые умели кататься, которые могли что-то сделать. Это благодаря тому, что традиции конькобежного спорта в Коломне были сохранены. Что очень немаловажно, это серьезно. А как так вообще получилось, что Коломна стала местом притяжения для лучших спортсменов? Понимаете, когда ты создаешь лучшие условия, лучшие спортсмены собираются. Я вот, насколько помню, я еще маленький был относительно, в школе учился. И у нас тренер был Юрий Александрович Барышников. Он как-то взял и привел, допустим, как привел, там, сагитировал народ. И с Магадана приехало человек шесть ребят тренироваться. Поступили в пединститут и тренировались у нас. То есть из этой плеяды там выросло два мастера спорта межурного класса, участники чемпионатов мира, кубков мира. Поэтому здесь сказать так, что на тот момент люди выбирали лучшие. Они приезжали там, где здорово, где хорошо, где качественно. Но плюс ко всему у нас активно работал пединститут, факультет физвоз, как это называют, физкультурный, который готовил тренеров. И большинство тренеров нынешние, которые у нас сейчас работают, это все выходцы из Коломенского педагогического института, факультет физического воспитания. Вот если говорить о дне сегодняшнем, то насколько сегодня конькобежный спорт востребован у молодежи? И где вы ищите новых звезд? И вообще нужно ли их сейчас искать? Ну, вопрос сложный. В каком плане? Если мы возьмем историю спорта, развития спорта, ну, моей молодости, да, то есть когда ребенком был, то в Коломне таких видов, я думаю, во всех городах такая же история, везде одинаковая, которые культивировались активно, было не так много. То есть Коломна – это коньки, естественно, гребля, легкая атлетика, как и везде, и единоборство, но если единоборство, то они только классические, это борьба, два вида, да, там, и бокс. Ну, вот пять видов направлений, по большому счету, которые были основными. Ну, футбол, футбол опять – это везде, да. Вот. Сейчас, на сегодняшний день, скажем так, конкуренция сильно возросла, очень сильно возросла, и секций, которые открыты, спортивных школ, по разным видам спорта, очень много. Есть свои плюсы, но я человек, знаете, привыкший деньги считать, и разумность, и рациональность. Вот мое личное мнение, конечно, закрывать сложно школу, да, или, допустим, уменьшать ее финансирование, которое уже существует, но если мы имеем мощное спортивное сооружение, такое вот, да, на которое, кстати, недешевое, содержание недешевое, то, наверное, приоритеты нужно отдавать тем видам, которые дают медали, медали, в том числе Олимпийские, чемпионатов мира в олимпийских видах спорта. Как бы там ко мне не относились, но и очень огромное количество неолимпийских видов спорта появилось, да, то есть где там единоборства различные, где ребята выступают там в десяти стилях, и у них каждый чемпионат мира свой, там чемпионат страны. И немножечко размывается вот это вот понятие чемпион страны, да, то есть а здесь олимпийская дисциплина, конькобежный спорт, это 24 комплекта олимпийских медалей, это серьезно, вот, и мне кажется, ну, может быть, это мое субъективное мнение, потому что я директор стадиона конькобежного, я хочу вот побольше, 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 чтобы нам-нам-нам, но в реальности, наверное, приоритет надо отдавать тем видам, которые дают результат. Это из-за того, что я сейчас рассказал, то, что вы сказали, сложно или не сложно, приходят новые или не приходят новые дети. Дети приходят, школа полна, то есть наполняемая школа высокая, но всегда хочется не просто количества детей, нужно звездочки цеплять. Любой вид спорта – это селекция. Вот, поэтому есть свои плюсы, свои минусы, но мы создаем максимальные условия для занятия, тем самым как можно больше подтягиваем, так если это можно сказать, занять конькобежным спортом детей, юношей, тех, кто хочет двигаться. И плюс к всему родители еще понимают прекрасно, что они отправляют ребенка в спортивную школу, которые занимаются в спортивном комплексе. Он закрыт, и в нем тепло, в нем практически в течение года, когда лед залит, одна и та же температура 16 градусов, я имею в виду на ледовой арене, и где есть все возможности для занятий, есть тренеры, которые засмотрят за детьми, и есть история, есть традиция, и есть возможность завоевать медали, которые в другом виде спорта не завоеваешь. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович, за интересный разговор. Ну, а я напомню, что о конькобежном спорте в Подмосковье и об одном из самых старейших конькобежных центров, который находится, конечно же, в Коломне, мы говорили с его директором Сергеем Орловым. Это интервью 360.